Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста. Егор Вадим Витальевич. Вадим, у него интересная история, как он пришел к цигун и цуань. То есть он сначала пришел на карате заниматься и вот затем Владислав посоветовал прийти на и цуань, пришел, втянулся и вот сейчас до сих пор занимаюсь. И цуань это внутренний стиль ушу, основа которого к цигун. А Владислав это приехал интересный такой мужчина, он занимался карате в Архангельске. Приехал в командировку, занимался карате и он знал, что я практикую и цуань, цигун и спросил, могу ли я прийти на занятия. Пришел, у него так хорошо поперло, скажем так, практика. И он, Егор, а ты чего не ходишь-то? У вас такая возможность есть. Егор пришел, начинал заниматься и какие ощущения, Егор, какие ощущения от занятий, новые какие-то по сравнению с каратэ тем же? Ну каратэ там более физические нагрузки, а здесь расслабление, цуань, цигун, расслабление, то есть расслабляешься. Сейчас с утра вообще классно, здорово. То есть встаешь в 5 утра, набираешься, зарядка и на работу, и целый день ты такой бодренький ходишь. Вот реально есть ощущение, что силы? Бодрость есть, сила тоже есть. То есть раньше, когда мы практиковали столбы, то есть вот эти давления, не получалось. Сейчас более-менее уже как-то... Вот базовые техники работы столбами, конечно, сочетать надо с другими методами шили. Вот в контексте комплекса это вот формы, а в контексте и цуань это вот то, что сегодня пока обошли шили. То есть в этом сочетании идет оптимальное. И тут соотношение вот этих практик нужно методов находить оптимально. Ну что ж, будем, пожелаем удачи. Мы еще, кстати, в Крыму увидимся на сборах. Там еще позанимаемся и каратэ, и цигун. Ну, хорошего дня, Вадим. Спасибо вам тоже. Как у нас говорят, ОС. ОС. Все, хорошо, спасибо.